Всем привет, друзья, вы на канале Геносаурус Вэрлл, и сегодня я расскажу вам о своих теориях, вы наявили Кинни Банни или Зайчик. Верить или нет, решать вам, конечно же. Кстати, прохождение есть на канале. Итак, погнали. Раду скажу, что я не считаю, что Антона Шиза. Мне кажется, этот сюжетный ход весьма банальным и неинтересным, ведь так можно обещать любое отличие от реальности. Персонаж Шиза или он умер, а потому то-то-то происходит. Да я не буду против, Шиза окажется одной из концовок. Кстати, я уверен, что концовок будет несколько, как минимум две, иначе зачем все эти выборы? Было бы нелогично влезть сюжет в выбор и при этом не делать несколько концовок. Итак, давайте сразу поговорим о самой интересной обсуждаемой загадке Зайчика. А именно, кто такая Алиса, ее дурганы и чего они ходят от Антона. Скорее всего, эта четверка ходит в некий клан людей в масках животных и служащих хозяину леса. Они пляшут в ряске, развлекаются, прогуливаются где-либо и, скорее всего, взглядят за порядком в лесу, а также за людьми, которые либо угодили лесу, либо наоборот. Все участники клана весьма беззаботны и безответственны. Также они уже явно не прядь к людям, и особенно взрослым. Но невероятно, что это не просто так. Скорее всего, они когда-то толкнулись с человеческой жестокостью, вплоть невероятно, что самим мандякам. После чего надели маски, символизирующих их животных, и стали членами клана. Не понятно, ведь это не двойную жизнь или навсегда уж в лес, но факт остается фактом. Одно же они являются пропавшими детьми. Медведь вот очень похож на Семенов. У них один голос, одно телосложение. Это, конечно, может быть совпадением и ограничением производства игры, но есть одно доказательство, подтверждающее, что медведь и есть Семен. У медведя перебинтована рука, на которую Семенов было опечатано. Видимо, ему пришлось отрезать палец, и же кто-то его отрубил. Но еще, скорее всего, Вова, Аксенечка, Алиса. Они все как оттолкнулись с человеческой жестокостью, вроде маньяка, трудности с семьей и сверстниками. Если это пропавшие дети, то они, видимо, навсегда отказались от своей человеческой сущности и ушли в лес. А то они же, они помимо Зайса, также уделя родную душу, которая также пострадала человеческой жестокостью. Он угодил лесу и понравился участникам клана, и они хотят привлечь его к себе в клан. Возможно, ему разрешат вести двойную жизнь, но если учесть, что написано в описании и грустим, тому, кто услышал голос леса, уже не поможет ничего. Ему остается лишь все глубже погружаться в холодное объятие ужаса, чтобы там, в ледяной черноте, сделать последний выбор. Остаться живым или остаться человеком. Но тогда ему придется отказываться в своей человеческой сущности, либо умереть. Отказывать сущности, это, конечно, очень плохо, но не стоит забывать, что внутри каждого из нас живет в дверь, символизирующий нас, и что Антон сталкивался с непринятием и неприятием других людей и прочими трудностями. Так что в этом вопросе не все так однозначно. Он говорит, прикол излюбления Алиса, Антон не захочет уходить в лес, во время как линия Полины захочет уйти от людей проблем, но такое маловероятное. Если же говорить о хозяине леса, я думаю, что это не их дух, наподобие лешего, который следит за лесом и у которого имеется свой загадочный клан. Скорее всего, тому, кто угодил лесу, он помогает и дарует его, а того, кто не угодил лесу, он наказывает. Теперь давайте поговорим о считалочке, ведь она явно имеет без значения в истории. Считалочка состранилась в поселке тогда, когда один молодой охотник, вернувшийся от леса, рассказал ее. Скорее всего, это считалочка хаяина леса и его клана. На это указывает ее происхождение, ее тексты и то, что эту считалочку знает Алиса. Если придерживаться этой теорией, то можно предположить, что в клан хозяина леса входит лишь пять животных. Медведь, заяц, волк, лиса и сова, поскольку только они участвовали в считалочке. Со временем участники клана меняются. Как вы поняли, им как раз не хватает заяца. На данный момент. В истории также имеется загадочный и страшный черный гараж. В одной из вариаций игры него рассказывают Рома и Бяша, а также Антон сама лично сталкивается с гаражом. У меня есть две теории. Либо черный гараж означает, что скоро он встретит и хозяин леса. К примеру, у Антона была встреча с ней пустой гаража. Либо это реально какой-то демон, которого призвали Рома и Бяша. В игре мы его не видели, но о нем говорили, и он явно имеет немало влияния на историю. Да мы бы догадались, что я говорю о маньяке. Но кто он может быть? Он невероятно, что этот персонаж еще не появлялся, и нам лишь предстоит встретить его. Возможно же это заячья губа. Смотрительный мужик Теллу школы, а потом сбегал, а так ли что-то забыл в лесу. Министерство тоже не спешит, что это может быть он. В интернете есть теория, кстати, что маньяк это и есть полицейский Тихонов. Или Тихонов. Я подробностей не смотрел, но эта теория, как по мне, очень даже интересная. Мне было бы интересно вредно то, как это выглядело в самой новелле. Есть также мнение, что маньяк Татя – главный герой, но я думаю, что эта теория – бред. Кстати, раз уж упомянули отца, имеет место рассказать о его секретах. Помните сонка с этого второго эпизода? Во сне там есть много лжи и гради, но и горькая правда имеется. Тем более, от родных вариантов он немного меняется. Во сне Катя говорит, что отец перешел в важную шишу дорогу и теперь прячется в поселке. Возможно, это правда, и именно этот инцидент является главной причиной ссоры родителей. У Батя также был замешан ствол, что он может говорить о том, что он является маньяком или обычным бандитом. То, что он маньяк, я не думал, а вот то, что он является бандитом, поверить можно. Это тоже может быть важным поводом для споров и конфликтов. К тому же, не забывайте, что действия происходят в 90-е. Иногда было очень много мандитов, намного больше, чем сейчас. Теперь я хочу выделить загадочную концовку третьего эпизода. Мне Антон прыгает вместе с Алисой и мир становится светлым, но после этого Антона будет либо Рома, либо Полина. Когда я видел его в первый раз, то был в замешательстве. Можно, конечно, сказать, что всё это сон, я тут просто вырубился при ударе от дерева, но я не хочу в это верить. У меня появилась пара мнений насчёт концовки. Возможно, всё это реально было, но когда Антон вернулся и лёг спать, ему приснился сон с этим событием, а проснувшись, он подумал, что этого не было. Потом этот же сон ему приснился и в школе. Пятная же сцена обозначает открытие мира Антона. Во время прыжка Антона почувствовал свободу, силу, веселье и одним словом, жизнь. В этот момент он нашёл серую реальность, и мир жеобразился в его голову. К тому же, не забывайте, что Антон художник. Он, возможно, же всё было в реальности, кроме цветной сцены. Антон мог неудачно упасть, либо вырубиться, после чего ему приснился сон, а друзья из леса притащили его беспаливно домой, или во фон же какой-то магии. Либо он мог прыгнуть обычным прыжком, потом через время он вернулся бы домой, а цветная сцена ему приснилась. В игре были и другие интересные моменты, о которых я решил не рассказывать. Надеюсь, вы не против. Теперь я хочу поделиться о своих предположениях, что может быть в следующих эпизодах. Скорее всего, Антон встретит маньяка, раскрой секрет Алисы и её банды. Возможно, будет выбор между тем, чтобы стать дайстом или остаться человеком. Скорее всего, мы узнаем тайну гаража, отца главного героя и пропавших детей. А если к родителям должен закончиться, возможно, будет раскол между Ромой, Бяшей и Антоном из-за плодины в концовке с Алисой. Думаю, Антон встретит дедушку Балины в концовке с ней, а также, возможно, что Рома расцвелепеет ещё сильнее и даже, возможно, будет смять Антона в одной из концовок. Много есть вариантов, что же будет дальше. Но на этом у меня всё. Пишите свои предположения насчёт игры в комментариях. Будет интересно почитать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и... до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!